Все же, по мнению суда, в регистрационных документах Карельского регионального благотворительного фонда молодежи и детства «Аристон» некоторые нарушения есть. Суд аннулировал один из пунктов устава и обязал учредителя фонда Андрея Козловича внести в этот документ необходимое исправление, что учредитель, он же президент, по его словам, с удовольствием выполнит в ближайшем будущем. Таким образом, полугодовой конфликт между фондом и прокуратурой наконец-то можно считать исчерпанным. Андрей Козлович считает, что завершить его можно было бы еще быстрее, если бы работники прокуратуры за всеми разъяснениями обратились непосредственно к нему. Обратись они сразу напрямую к руководству фонда «Аристон», они бы получили всю необходимую информацию, и всей бы этой катавасии полугодовой просто не было бы. Но вот, очевидно, тут сыграло роль, что вот это вот, что было написано вот в этой жалобе граждан, бывших усредителей фонда, что я подрываю экономику Карелии в интересах иностранных конкурентов. Очевидно, шпиона, так сказать, изобличали, поэтому вот такая оперативная разработка. Развалом карельской экономики в пользу иностранных конкурентов. Оппоненты Андрея Козловича окрестили судебные иски против надвоицкого алюминиевого комбината, поданные фондом от имени жителей надвоиц. Последние считают, что экологически вредная деятельность предприятия нанесла серьезный ущерб их здоровью и требует через суд материальной компенсации. Теперь, после окончания тяжбы с прокуратурой, Андрей Козлович и его фонд намерены продолжить защиту интересов жителей надвоиц в суде. В надвоицах люди поверили в то, что здесь можно победить на этих процессах. Люди ко мне обращаются. И сразу, как только я сегодня или заканчиваю дела в Петрозаводске, выезжаю обратно в Сегеже, думаю, в ближайшие дни начнутся иски. Начнутся судебные иски к надвоицкому алюминиевому заводу. Их уже будет ни один, ни два. Их будет больше. К республиканской прокуратуре Андрей Козлович никаких претензий предъявлять не намерен. Он справедливо считает, что гораздо рациональнее сотрудничать с ней для защиты законных интересов жителей Карелии. Продолжение следует...